У нас сегодня уникальная возможность, когда собрались два отоларинголога, инфекционист, и мы посмотрим горлышко. Я понимаю, что все могут осмотреть свое горло перед зеркалом, но мы покажем, как это сделать правильно. Елена, я прошу вас взять мой планшет. Да, подержу, конечно. Я сейчас буду показывать свое горло. Обычно врач смотрит горлышко пациентам, а сейчас... А вообще, коротко ответьте мне на вопрос. Человек, который не имеет никакого отношения, вот, например, как я, к отоларингологии, может действительно посмотреть правильно, осмотреть себе горло и понять, что у него нет никаких проблем? Конечно, да. Для этого потребуется только фонарик с направленным светом. Это может быть даже ваш телефон и ложка с тупым наконечником. Ни в коем случае не острый предмет, который может травмировать. Вот, посмотрите, как сейчас делает Владимир. Вот я сейчас буду открывать рот и смотреть. Нажимаем на спинку языка, не на корень, а на спинку, то есть плашмя. И видите, как прекрасно он направляет свет. Это мы видим и малый язычок вверху, и нёбные ниши. Справа, слева, здесь немножко повернув голову, чуть-чуть, вот, отлично. Мы можем и одну нишу, и другую. Передние нёбные дужки, между которыми располагаются миндалины. И если мы там увидели большие миндалины, отечные, красные, еще покрытые налетами, то это будет как раз то самое заболевание ангина, которое мы имеем в виду. Ну что ж, друзья, я себя не видел, но вы прекрасно увидели мою горнушку. Ангина у тебя нет. Ангины нет. Не видно, и между дужками ваши миндалины спрятаны. Спрятаны. Это значит, что они не увеличены. И это хороший признак. Асюха нет, это прекрасный признак. Давайте подытожим коротко. Очень важно, чтобы ложка была скругленная, это раз. Обязательно почистить зубы, потому что еду мы можем принять за казиозный детрит, за так называемые пробки, и нельзя провоцировать свой ротный рефлекс, надавливая на корень языка. Важные моменты.